Приветствую всех участников нашего сегодняшнего вебинара и тех, кто нас будет смотреть в записи, и тех, кто присутствует непосредственно в вебинаре. И сегодня мы поговорим о каталогах ЭБС. Рассмотрим их, естественно, на примере каталогов ЭБС Университетской библиотеки онлайн. Какие каталоги здесь есть, как ими пользоваться, какие есть плюсы-минусы, ну, скажем так, возможности и ограничения. И на повестке у нас с вами будет три небольших вопроса, по которым мы пройдемся. Мы рассмотрим, что такое каталог ПБК, познакомимся с каталогом УГС и еще дополнительные возможности, дополнительные каталоги, которые тоже входят в систему каталогов ЭБС Университетской библиотеки онлайн. Это разделы, профильные блоки. И покажу вам один хитрый прием от каталожной карточки. В интернете мы имеем дело с огромным количеством информации. Вот этот весь гигантский непрерывно меняющийся массив информации, он не систематизирован. И, соответственно, большая трудность возникает с ориентацией в этом пространстве и с поиском необходимой информации. И вот вроде бы в интернете есть все, но это все найти иногда бывает очень трудно, а порой и невозможно. Вот за счет этой особенности. И существующую вот эту ситуацию, как бы парадоксальную, да, с одной стороны есть все, а с другой стороны мы испытываем, особенно наши учащиеся, студенты, магистранты, да и преподаватели тоже испытывают дефицит с поиском информации. И вот эта ситуация, связанная с самостоятельным информационным поиском, очень часто похожа на такой, знаете, попытку найти иголку в стоге сена. Найти это можно, но сколько усилий это потребует. И умение ориентироваться в массивах ресурсов и коммуникациях различного уровня, вот эти поисковые навыки, это становится сейчас не только таким требованием времени, не только soft skills, это уже в разряд hard skills, наверное, можно уже относить. И вот эти вот трудности, когда большое количество, слишком большое количество источников информации, то, что мы имеем в интернете, и массив информации крайне динамичен, и нет какой-то структуры понятной системы, вот они обуславливают вот эти трудности поиска информации. И библиотека, электронные библиотеки, они в этом плане выгодно отличаются от такого хаотического собрания информации в интернете тем, что предоставляют пользователям результаты уже проведенной аналитикой синтетической обработки информационно-документального потока входящего этой систематизации, предметизации и каталогизации. И в этом плане электронная библиотека может стать и должна быть и, в общем-то, является реальным посредником между пользователями и информацией, между читателями и книгой. Но для этого должны существовать определенные поисковые и сервисные возможности каталогов. Они должны быть удобные, они должны быть привлекательные для современных пользователей. Но и с одной стороны. А с другой стороны, процесс-то все-таки двусторонний. Библиотекари создают, пользователи пользуются. И пользователи, в свою очередь, тоже должны уметь пользоваться, использовать, простите за тавтологию, взять те возможности, которые каталоги библиотек предоставляют. А для этого важно знать назначение каталогов, их возможности, ограничения, потому что если один запрос и задачи мы будем решать с помощью каталога, который для этого не предназначен, то вряд ли мы добьемся результата. Ну вот об этом мы сегодня и посмотрим, какая же система каталогов есть в ЭБС, университетской библиотеке онлайн, как ей пользоваться. И в конце, если время у нас останется, я вам прямо вживую даже покажу, как это можно осуществлять, где чего находится, прямо на площадке и посмотрим. Итак, система каталогов ЭБС. На главной странице библиотеки, когда мы заходим, мы сразу видим вот эту верхнюю панель меню и сразу же левый крайний раздел – это система каталогов ЭБС. Что сюда входит? Каталоги ЭББК, ОГС и разделы. ОГС – это каталоги по укрупненным группам специальностей или ГСН, специальностей и направлений. И раньше это был один каталог, сейчас его разделили на два – для высшего образования и для СПУ. Плюс есть еще один каталог, который сегодня посмотрим, который входит сюда же, только выделен не в каталоге, а существует вот здесь в разделе «Сервисы». Это профильные блоки. И посмотрим, чем они могут быть полезны для наших пользователей. Вот эти четыре плюс один каталога – это и есть система каталогов Университетской библиотеки онлайн. Вот их место жительства. И начнем мы не с самого… Ну и еще, конечно же, самое главное – это общий каталог, электронный каталог, которым мы чаще всего пользуемся. Вот в этой части строка поиска, куда мы забиваем вообще все, начиная от автора, заглавия, каких-то кусочков из аннотации или библиографических описаний, заканчивая вообще тему диплома забили и говорим, что там ничего нет. Это простой поиск. Да, им можно пользоваться, но, конечно, и выборка будет не очень, не настолько релевантна нашему запросу. Лучше всего начинать с расширенного поиска. С ним мы тоже познакомимся, и я вам его покажу, какие возможности есть там. Но пока начнем с самого… Пойдем обратным путем, обычно от простого к сложному. Мы пойдем наоборот, от сложного к простому, и потом уже к общему поиску подойдем. Каталог ББК. Это классический научный библиотечный классификатор. Здесь присутствует выкладка с прямой зависимостью конкретного атрибута книги, с ее привязкой к узлу каталога. Выкладка линейна. По каким таблицам структурирован каталог ББК в университетской библиотеке онлайн? По сокращенным таблицам ББК. И к каждой книге присваивается свой индекс, и по этому индексу она относится в конкретный раздел каталога. Если посмотреть на выборку по основным разделам ББК, то можно увидеть огромный выбор источников, особенно вот это я вам сделала по каталогу ББК, выборка, цифры свежие вчерашнего дня, общее содержание по разделам. Сколько литературы. И вот в сравнении с октябрем, когда я смотрела, тоже делала такую выборку, вот смотрите количество книг по состоянию на октябрь и на февраль. Вот действительно огромный выбор источников, особенно по таким разделам, как социально-гуманитарные науки, естественные, технические. И ВБС одни из лучших коллекций, кстати, по данным направлениям. И огромный выбор учебной, научной литературы и периодических изданий. Ну и пополнение работы с этими разделами идет постоянно, поэтому количество на завтрашний день может уже измениться. Как выглядит каталог ББК ВБС? Заходим на главную, находим раздел каталоги, там выбираем ББК, и вот у нас открывается главная страница. По умолчанию она начинается с естественных наук. Справа идет представленная выборка по разделу. Путь. Вот он вот здесь в синей такой рамочке обозначен. Можно посмотреть, как мы заходили, через что проходили, и весь путь от главной страницы до того места, где мы находимся, здесь отображается. Это тоже удобная вещь для того, чтобы ориентироваться в пространстве каталога. И слева меню. Вот это во всех каталогах структура интерфейса, она одна и та же. Слева идет перечисление разделов самого каталога, основных разделов самого каталога ББК. Вот это вот основные разделы. Значит, по... По каким таблицам систематизирована литература в каталоге ББК в университетской библиотеке онлайн? По сокращенным таблицам. Не по полным, по сокращенным. Ну, это тоже важно для того, чтобы соотноситься с индексами и осуществлять поиск, знать устройство каталога, да, и осуществлять по нему поиск уже работы с самим каталогом. Если будете потом работать еще и привлекать электронный талон ББК, который есть в РГБ, то там важно выбирать раздел сокращенных таблиц, и тогда уже с индексами можно будет работать и с этим каталогом тоже. Рядом с названием раздела есть... Справа стоят вот такие вот серенькие галочки, нажимая на которые мы можем опуститься на уровень внутри раздела, на уровень ниже. Это основные разделы, в них есть подразделы, и там еще по пунктам, да, то есть такая разветвленная структура. Всего в каталоге ББК в нашей ЭБС 5 делений идет по 5 уровням. Представлено 5 уровней. И вот на примере естественных наук можно посмотреть, вот мы кликнули на серую галочку естественной науки, и вот открылся все-все-все, что есть в этом разделе. Все подразделы. Вот он. Раз. Вот они, все 5 разделов. Естественные науки. В него входят подразделы. Вот мы выбираем науки о Земле. В нем подразделы. И вот мы выбираем геологические науки. Если есть деление дальше, то здесь справа от названия раздела всегда будет стоять серая галочка. Особенность работы с этим каталогом, вот именно в этом интерфейсе. Если нам нужно раскрыть раздел, то кликайте по галочке, а не по названию раздела. Ну вот такая вот особенность, чисто техническая здесь присутствует. Обычно мы же привыкли, как видим галочку, ага, значит есть подразделение, туда идет разветвление, и сразу по названию раздела, да, ну как по гиперссылкам мы привыкли кликать, а здесь не сработает. Да, раздел не откроется. Поэтому смотрим на наличие галочки справа. Переход по галочке. Если по самому разделу кликнем, то откроется именно вот этот раздел, но не науки о Земле, но не его подразделение в каталоге. Ну такая вот особенность здесь есть. Поэтому клик по галочке, только по галочке. И вот переходя по разделам, мы можем конкретизировать наш запрос. Структуры здесь в соответствии с сокращенными таблицами, как я уже сказала, и более подробно узнать, разобраться в структуре ББК, что такое вообще ББК, какие там есть разделы. Ну вот самые простые мы с вами посмотрели, самые основные, а вот там уже внутри очень много разветвлений, много сложностей. У нас останавливается на пятом уровне. А там еще могут быть еще дополнительные какие-то буковки, вот как здесь присоединяются в индексе книги. И более частные деления книги с более частными индексами, они помещаются в более общие разделы. Может случиться и вот такая история. Одной книге может быть присвоен не один, а несколько индексов ББК, вот как здесь, например, кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых. Вот книга лежит в ЭБС, у нее два индекса, через знак плюс они присвоены, два индекса ББК. И один из них относится к разделу физика твердого тела, кристаллография, а второе про физическую геохимию, потому что и про то, и про другое речь идет в этой книге. Вот еще одна особенность работы с каталогом и индексации книг, когда одна и та же книга может иметь несколько индексов. Это неплохо, это даже хорошо, и это может нам облегчить поиск, потому что книга в каталоге будет отражаться как в одном разделе, так и в другом разделе. Зайдем ли мы через физику твердого тела, мы сможем найти эту книгу, либо мы откроем раздел физической геохимии, она тоже там будет находиться, потому что ее содержание к этим двум темам относится. Это увеличивает возможность нахождения этой книги. Ну и вот то, что я вам говорила, видите, еще дополнительные здесь индексы добавились, обозначение Я73, учебная литература. ББК – это вообще такой шифр, прочитать который не специалисту достаточно сложно бывает, если его не знать. Вот для этого есть электронный каталог ББК, который нам помогает с этим справиться. Что это такое, я вам сейчас тоже ссылочку на него покажу, чтобы в этом всем разобраться. А для нас, как для пользователей, важно понимать, что есть структура, вот они, есть основные разделы в этом каталоге, отраслевые, здесь идет деление литературы по отраслям. И внутри есть подразделение, значит, если есть галочка, мы по ней кликаем, заходим и дальше ищем ту тему, которую, ту отрасль или раздел этой отрасли, который нам нужен. Соответственно, если нам нужно найти что-то про физическую геохимию, вот он наш путь, который мы проходим, открываем и смотрим, где же наша физическая геохимия сидит. То есть в каталоге ББК мы ищем не по автору, не по заглавию, мы ищем по отрасли, к которой эта книга относится. И вот мы находим нашу книгу, которой мы можем пользоваться. Ну и еще ряд других источников, которые могут быть нам полезны в нашей деятельности. Однако, этот каталог не очень популярен у читателей. Почему? В каталоге ББК невозможно, вот в этой структуре, в самой структуре ББК, вот как мы сейчас осуществляли с вами поиск, здесь невозможно сделать выборку и учесть все важные, для учебных библиотек, для наших пользователей, которые часто в учебных целях ищут литературу, невозможно учесть некоторые параметры. Например, здесь нет, вот в каталоге ББК, нет выборки по типу издания, по уровню образования, по виду содержания и по другим важным иногда параметрам. И эти параметры нужно дополнительно уточнять, используя дополнительные фильтры в интерфейсе. То есть к каталогу ББК мы еще должны добавить дополнительные фильтры для того, чтобы, найдя вот здесь литературу, а здесь будет огромное количество, здесь и научное, и популярное, и учебное, и неучебное, и много-много всего, и огромная выборка получается, а нам нужно, например, материалы какие-то связанные с бакалавриатом или учебные пособия для бакалавриата или какие-то научные практикумы или еще что-то. Сделать выборку вот чисто по каталогу ББК мы не сможем, поэтому в каталоге добавляется вот такая вещь, которая называется фильтры, выбранные фильтры. Каталог ББК плюс выбранные фильтры, оно помогает сделать выборку более релевантной нашему запросу. Как пользоваться этим? Здесь мы определили отрасль, отметили, да, выбрали, видим, что очень много всего, надо сделать уточнение, нужно конкретизировать запрос. Кликаем вот сюда на фильтр, на фильтры, видите, у нас здесь стоит знак 0, значит, мы еще этим не пользовались, поэтому кликаем по фильтрам, и у нас открываются вот они и фильтры. По автору и названию, если нас интересуют, например, все произведения какого-то автора, который писал про ту же физическую геохимию, мы находимся уже в этом разделе, мы тогда просто набираем автора. По типу издания, по уровню образования, издательства и год от. От какого года? Ну, это тоже бывает важно, учитывать этот параметр, потому что есть ограничения по использованию литературы для тех же РПД, например, в качестве основной литературы. Ну, в принципе, по-моему, убрали это требование, но где-то еще может оставаться не старее пяти лет, не старее трех лет. Ну, вот тогда мы этот параметр будем использовать. Если нет, значит нет, оставляем пустым. И смотрите, справа от названия параметров есть тоже галочки, они помогают нам открыть выпадающий список и из него выбрать нужные типы издания или нужные типы издания и нужный уровень образования или нужные уровни образования. Ну, вот мы по уровню образования кликнули по галочке, выбрали литературу для бакалавриата, нажимаем применить фильтры, обязательная кнопочка, иначе не сработает. И вот произведение, он показывает, сколько произведений по выбранному ББК у нас здесь присутствует. То есть мы используем и раздел ББК, и вводим дополнительные фильтры для того, чтобы конкретизировать запрос. И вот мы видим, что там 3000, почти 3500 изданий для уровня бакалавриата здесь присутствуют в этом разделе ББК. Можно выбирать один параметр, можно выбирать несколько параметров. То есть выпадающий список у нас выпадает уровни образования или там типы издания. Ну, например, мы захотим конкретизировать еще не просто для бакалавриата, а выбрать по типам изданий, чтобы это были учебные пособия, это были там практикумы и были методические какие-то пособия. Вот мы кликаем по... Здесь же поднимаемся чуть выше, у нас эта формочка будет висеть, мы кликаем по этой галочке, у нас выпадает список, и мы начинаем выбирать, кликая по позициям. Они также будут добавляться, только уже вот здесь вписаться. Есть такая еще одна особенность в фильтрах. Когда мы выбираем, например, уровень, что-то из выпадающего списка вот здесь при формировании нашего поискового запроса, уточнение, из общего списка выпадающего эти позиции уходят и отображаются вот здесь. То есть если мы сейчас кликнем уровень образования, у нас выпадет все, но бакалавриата там не будет. Почему? Он уже сюда переместился. То есть второй раз мы его уже не выберем. Ну, не знаю, удобно ли это или нет, иногда пугает. К этому нужно просто привыкнуть. Иногда пугает. А, как это, бакалавриата нет? Да, бакалавриата нет, потому что мы его уже выбрали. Но зато исчезает возможность два раза выбрать одно и то же. Ну, и если нам какой-то параметр выбранный не нужен, или он слишком сужает поиск, и по нашим запросам, если мы слишком уж сузим поиск, кто может ничего не быть, или быть какое-то ограниченное слишком количество литературы, которое нас не устраивает, тогда просто расширяем возможности. Ну, какие-то из этих параметров можно убрать. Вот по крестику справа от названия выбранного параметра. Просто кликаем у фильтра, и у нас бакалавриат исчезнет, и у нас будет уже там не сколько-то изданий, а гораздо больше. Ну, вот по последним данным, я попробовала по этим же данным провести поиск. Здесь уже, кстати, не 3000, а уже 4795 изданий. Вот на вчерашний день было, поэтому, чтобы не переделывать слайд, я вам просто сюда дописала эту цифру. Ну, вот смотрите, если без уточнения поиска, без использования фильтров для каталога ББК, у нас получается 14, почти 15 тысяч изданий с выбранным фильтром, вот только по бакалавриату у нас получилось 4, почти с половиной тысячи изданий. Ну, вот какая-то часть, которая не предназначена для поставленной перед нами задачи, она исчезла. Поэтому лучше всего работает, вот это вот еще одна особенность, работать с каталогом ББК в ЭБС, университетской библиотеке, онлайн, не забывайте про фильтры. Задействуйте их для поиска. Ну, если, конечно, не стоит перед нами задача, найти вообще все по этой теме, по этой отрасли, что здесь есть. Вот такая вот особенность здесь присутствует. Но это значительно помогает упростить и облегчить нашу задачу поиска конкретной, нужной нам информации. Ну, такая вот здесь фишка есть. И понимаю, что сейчас для небиблиографов, ну, для библиотекарей это, может быть, все уже знакомо, понятно и большой сложности не представляет, а вот для студентов, для преподавателей объяснить, что такое ББК, зачем оно нужно и что это за страшный такой каталог и какая там... это целая история. Да, это сложная вещь и очень зачастую чаще всего именно этот каталог используется реже всего. Чаще всего библиотекарями, специалистами-каталогизаторами, библиографами, а вот преподаватели со студентами делают круглые глаза и не-не-не, нам чего-нибудь попроще. Вот чего-нибудь попроще, мы сейчас чуть попроще посмотрим. Но если немножко разобраться в этом, хотя бы не во всех деталях и тонкостях, не на уровне, конечно же, специалистов, а на уровне пользователя, то это очень полезная вещь. По ББК очень здорово, кстати, можно искать литературу при подготовке магистрских ВКР, написании диссертационных исследований по научной литературе. Вот там как раз отраслевой поиск очень хорошо работает, и вот здесь ББК было бы в тему. Преподавателям тоже здорово ищется литература. Мы же составляем, когда свои РПД, мы пишем основная литература, рекомендуемые, дополнительная литература, ну и вообще все, что касается моего предмета, можно искать по дисциплине, можно искать по каталогу, который я вам... Сейчас мы дальше его посмотрим, а можно еще искать и по каталогу ББК. Например, по каталогу ББК, когда разрабатывали свои программы, РПД писали им, разрабатывали онлайн-курсы по теме тайм-менеджмента. Вот у меня наибольший и по... курс и... да, онлайн-курс, и программ по антистрессу для предпринимателей, что сейчас название уже просто не могу вспомнить, несколько лет назад было. Вот тогда меня спас реально каталог ББК, потому что вот в чистом виде вот так вот все, что касается антистресса для предпринимателей, его нет. Его нужно выискивать в разных книгах. Значит, я определяю вот это понятие антистресс, да, и предприниматели, вот уже два ключевых слова, куда это может относиться, в каких разделах ББК это можно найти. Это может быть связано и с медициной, да, значит, в медицинских каких-то вещах можно, разделах каталога можно посмотреть. Это связано и с вопросами самоорганизации, а это уже раздел экономики, это может быть и психология. То есть я сразу намечаю себе разные отрасли, где может находиться литература по моей тематике, и потом просто отраслевым поиском по ББК в каталоге отсматриваю. Да, вот такой списочек составляю. Вот я заходила просто в электронный каталог ББК вот сюда, вот сокращенные таблицы, выбираем его, нажимаем выбор и переходим к ББК, и у нас вся эта структура там высвечивается в более полном масштабе, там, конечно, больше делений, но по ней составляю список, а потом прихожу в каталог ББК, ЭБС, университетская библиотека онлайн, вы знаете, удивительно, но я там нашла столько литературы, что закрыла полностью все потребности по РПД, по двум курсам, не выходя из электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн. Только там. Нет, ну, конечно, другая литература по другим источникам, там тоже присутствовала, но я бы делала, что там действительно много чего можно найти, если организовать правильно вот этот поиск. И здесь вот на этом слайде ссылочки, они активны, поэтому презентацию скачивать, по ней можно будет переходить сразу на электронный эталон ББК, там важный раздел методика, как искать по ББК, как им пользоваться, все здесь можно будет посмотреть, и вот я вам сразу подсказочку здесь такую даю, смотрите, там несколько разделов, сокращенные таблицы. По умолчанию стоят полные, нам это не надо. Выбираете сокращенные, выбор, переходите в ББК, и там можно вот этот списочек отраслей, по которым проводить поиск, это такой первый шаг для поиска. И очень много лишней информации отселивается, ну, лишней для нашей задачи, для нашей темы. И по вопросам ББК был у нас вебинар, по-моему, в прошлом году, про индексацию, вот я вам тоже ссылочку на записи этого вебинара оставлю, чтобы какие-то подробности об устройстве ББК и как с его помощью искать, с использованием того же электронного эталона, здесь у нас есть. Ну, это важная тема, часто в издательствах сейчас просят проиндексировать авторов самостоятельно в своей книге, вот отсюда мы, эту тему вебинара, и она у нас возникла. Как проиндексировать собственную статью. Ну, и для вопросов поиска это тоже важная вещь, по крайней мере, мы понимаем, откуда эти страшные цифры берутся и как с ними управляться. Следующий каталог, это каталог УГС. Каталог УГС у нас состоит из двух частей. УГС выше ВО и УГС СПУ. Что он из себя представляет? Ну, структура такая же самая, если мы переходим по ссылке, слева менюшка и весь каталог у нас представлен в левой части интерфейса. Каталог УГС – это динамический рубрикатор, который формируется на общей структуре в ГОСах. То есть это уже каталог, понятно, не для студентов, не для тем более учащихся колледжей, это каталог скорее для преподавателей, методистов и библиотекарей. Списки дисциплин в этом каталоге получаются путем изучения РПД, ну, несколько таких источников для формирования вот этого списка, который мы на слайде сейчас с вами видим, и для ВО, и для СПО. Это учебные планы вузов и РПД, это те дисциплины, которые заполняются корневыми пользователями в сервисе книгообеспеченности, это уже зависит от библиотекарей, библиотек образовательных организаций, вот из этого списка формируется каталог УГС. Ну и статистика сервиса «Проверь свою РПД». Есть такой сервис, в разделе «Сервисы» можно проверить свое РПД, и, соответственно, эти данные про дисциплину, про эту РПД, они тоже помогут сформировать этот каталог. Группы высшего образования и СПО, вот эти два каталога, как видим, они отличаются. В УГС высшего образования на момент подготовки, просмотра было 58 групп, в УГС СПО было 55 групп. Я вот про эти группы говорю. А вот это, ну и по количеству литературы тоже отличается. Ну вот по одному только разделу, 2900 по УГС ВО и по УГС СПО, там 101 у нас присутствует источников. Ну и количество вот этих групп, они отличаются, они формируются именно на основании ВГУСов и РПД, либо система высшего образования, либо система СПО. Ну и, соответственно, чтобы увеличивалось количество групп, вот этот сервис, два сервиса важно использовать, достаточно активно самими библиотеками и пользователями. Это сервис проверит свое РПД и сервис книгообеспеченности. Один зависит от преподавателей в большей степени, второй зависит от библиотекарей, образовательного учреждения, которое является таким корневым пользователем. Каталог удобен для работы преподавателей и методистов, именно для формирования вот этих списков литературы под своей РПД можно брать отсюда. Способы наполнения дисциплин в каталоге. Откуда берутся книги? Это добавление книг из РПД ВГУСов. Вот когда вы пользуетесь сервисом проверка своей РПД, та литература, которую вы туда заявляете, но которой здесь нет, она тоже будет добавляться в эти разделы. Издания, которые есть в библиотеке, конечно. Издания, которые добавляются пользователями в сервисе книгообеспеченности, это уже сфера деятельности библиотекарей, и в результате автоматического подбора на основе анализа метаданных, содержания книги, с последующим соотнесением с рубрикатором ВБК, и фильтрации по типу издания, актуальности по году издания. Ну вот примерно то, что мы с вами перед этим смотрели в разделе ВБК, вот это тоже делается в качестве вот такого автоматического подбора. Литература еще сюда подтягивается в разделе каталога УГС. Но если требуется, опять же, сделать более тщательную выборку, а нас не совсем удовлетворяет вот то, что выдалось нам по запросу, по клику мыши в левой части выбрали биология, магистратура. Вот видите, здесь еще идут указания на уровень образования, может быть, включен в разделы. И мы, например, выбираем биологию, магистратуру. Нас не устраивает типы издания, которые здесь есть, нам нужно выбрать там что-то. Одни практикумы или одни конспекты лекции или еще что-то. Вот тогда мы, опять же, выбранными фильтрами можем корректировать ту выдачу, корректировать наш запрос и, соответственно, управлять вот той выдачей, которая нам дается просто по одному клику мыши по нужному разделу УГС. Вот такой вот каталог. С выбранными фильтрами здесь та же самая история. Выбираем все, что нам нужно. По галочке открываем. И вот мы выбрали. Здесь немножко побольше у нас предоставлено фильтров. Не просто типы изданий. Здесь мы также можем по АББК, можем не трогать. Есть типы изданий. И помимо уровня образования есть еще фильтры по дисциплинам и по виду дисциплины. Основная и дополнительная. Вот это вот важная вещь, которая есть в каталоге УГС, но которую мы не увидели, не увидим ни в общем каталоге, ни в ББК. Ну вот мы здесь делаем вот такую вот выборку. Ну и, соответственно, у нас сокращается количество изданий. Если мы просто бы нажали в каталоге УГС «Математика и механика», вот он нам выдает 2900 изданий только по этому разделу. Но если мы воспользуемся фильтрами и вот ввели, что нам нужен только бакалавриат, только алгебра и все издания, у нас получилось уже 50 изданий. В 50 изданиях искать гараж проще и легче, чем бродить среди почти 3000. Ну если у нас, конечно, конкретная задача стоит, они познакомятся вообще со всем, что есть в этом разделе. Ну и здесь мы тоже можем еще сделать выборку по изданиям для основной и основным или дополнительным изданиям. Вот эти данные, они тоже берутся вот из тех же РПД, из сервиса книгообеспеченности, которая заполняется уже пользователем при использовании сервиса или библиотекарем. Общие или профильные дисциплины. В каждой позиции можно здесь открыть списки, выбрать нужные дисциплины в направлениях подготовки, они разделены условно на общие и профильные. И общие дисциплины – это те, которые способствуют формированию общекультурных компетенций, ОК. В основном это базовая часть учебных программ. Иностранный язык, история, физкультура, безопасность жизнедеятельности, философия, то, что есть практически во всех УГС. И другие дисциплины по выбору вуза. А в профильные дисциплины включаются те, которые способствуют формированию профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Но вот это важная информация скорее для преподавателей. Там, где у нас все привязано к компетенциям, в том числе и наши задания, которые мы формируем, и фонды оценочных средств, и под них, и под теорию, мы же прописываем, что мы формируем в определенной дисциплине, какие компетенции, и под эти компетенции еще, части этих компетенций, и под них еще нужно подобрать литературу. Вот эта вот взаимосвязь здесь как раз она есть, ее можно тоже использовать. Ну и основная или дополнительная литература – это то, что для РПД идет, разделение на основную и дополнительную. Здесь это тоже можно отфильтровать. То есть упрощает, в некотором смысле, это упрощение работы, вот правильно выбранные фильтры, это упрощение работы по составлению тех же самых РПД, когда это у нас не автоматизировано в рамках ВУЗа, а нам приходится делать ручками. Ну вот здесь такая вот малая автоматизация, она присутствует в этом каталоге. И мы можем также требования по году здесь использовать и применять. Ну вот именно поэтому за счет этих, наличие этих дополнительных условий, фильтров и такой вот жесткой привязки, ну почти жесткой привязки, тесной, скажем, привязки к рабочим программам дисциплин, к формируемому фондам оценочных средств, а там мы тоже какую-то литературу им даем, или на основе какой-то литературы, там анализа или чего-то они проводят самостоятельную работу, а потом предоставляют результаты, все равно это в какое-то задание у нас эта литература попадает, и это задание все равно привязано к каким-то компетенциям, либо общекультурные, либо общепрофессиональные, либо профессиональные. И вот эта вот связка, вот ее здесь легко можно сделать с помощью каталога УГС. Вот его задача, это помощь методистам и помощь преподавателям при разработке своих учебных программ, рабочих программ дисциплин, там фондов оценочных средств и прочих мероприятий. Поэтому для обычного студента каталог УГС – это не тот каталог, в который его следует отправлять для поиска литературы. ББК для него тоже не так просто, если до этого с каталогами не работал. Это скорее вот уровень дипломников, магистрантов, аспирантов, ну и некоторых особо таких упорных студентов, усердных, которые с этим каталогом уже там на втором-третьем курсе начинают работать. Но все-таки он немножко сложнее. Поэтому требуется, а есть ли что-нибудь попроще именно вот для наших студентов, учащихся колледжей и магистрантов? Да, есть. Вот как раз мы к этому переходим. Это разделы, профильные блоки и покажу один такой лайфхак, который со студентами нашли. Ну, может быть, вы его и знаете, конечно. Поиск по описанию. Он очень простой, но очень хорошо работает. Вот как раз через него знакомство с ББК проходит просто великолепно. Разделы. Это очень простая вещь, поэтому здесь много чего рассказывать о нем нечего, честно говоря. Это тоже один из элементов системы каталогов ЭБС, университетская библиотека онлайн. Называется он разделы. Живет он вот здесь, на главной странице разделы каталоги, ББК, УГС и разделы. Чем характеризуется этот каталог? Разделение идет издания по типам, очень высокая степень точности подборки литературы и в сложных случаях здесь можно, здесь осуществляется индивидуальная подборка. Ну и чуть поподробнее. По сути разделы – это предметный рубрикатор. Это, знаете, как есть системный каталог, есть алфавитный каталог, а есть предметный каталог или предметный рубрикатор. И прежде чем лезть в систематический каталог, сначала смотрим в предметном рубрикаторе. Так же, как в тех же классификаторах, там ББК, УДК, особенно в УДК, там есть алфавитно-предметный указатель, то есть рубрикатор по предметам. В этом он намного проще, чем ББК. Начать с него, а потом перейти в ББК – это проще сделать. А иногда можно ограничиться и только им. Для студентов, для учащихся – это такой первый опыт знакомства, может быть, с каталогами. Каталог создается в данном случае, вот этот предметный рубрикатор разделы, он создается вручную. Структура управляется специалистами, то есть здесь человеческий фактор имеет место быть. И книги привязываются в узлы поиска человеком. Из плюсов – это высокая точность подбора, то, что идет разделение по типам изданий, и он достаточно прост в использовании обычными пользователями, не библиотекарями, не библиографами. Но есть и ограничения. Поддерживать его в рабочем состоянии – это процесс очень трудоемкий, потому что многочеловеческого ручного труда, скажем так, он более затратен в плане обслуживания, но есть и плюс. Это вот из минусов. Но и есть плюс, он наиболее понятен для читателей. Вот так вот он выглядит. Вот он, наш каталог разделы. Вот мы с главной, если кликнем по поисковику, мы попадаем сюда. И вот мы открыли раздел, например, «Актуальные проблемы экономики», «Бизнес-психология», и вот он нам дает выборку. Еще одна особенность всех каталогов ЭБС университетской библиотеки онлайн, когда вы открываете какой-то раздел, он вам показывает вот здесь количество литературы по выбранному разделу. То есть сказать, что здесь вообще ничего нет по теме моего диплома, когда у тебя почти больше трех тысяч представленной литературы, ну, наверное, хотя бы что-то одно может и найтись. Другой вопрос, мог ли я это найти или нет. Тем более, что не вся книга может быть посвящена, а только отдельная глава, отдельный параграф. То есть нужно сначала выбрать из этого всего то, где может находиться нужная мне информация, а там уже смотреть по содержанию уже в самой книжной карточке. И да, иногда вроде бы название не подходит под мою тему, вроде бы там ничего не должно быть, а когда открываешь, оказывается, что один из параграфов вот прям как раз ровно то, что мне и нужно. То есть знакомиться с самими книжными карточками, с аннотациями, ну и конкретизировать запрос, потому что все вот эти четыре тысячи литературы пересмотреть это просто нереально и невозможно. Поэтому мы используем опять же выбранные фильтры и конкретизируем запрос по тем фильтрам, которые есть. И еще одна особенность разделов. Здесь выделена учебная литература. Учебники для вузов, учебники для СУЗов и школ. Отдельные параметры здесь тоже легко искать. То есть если нам нужна чистая учебная литература, мы сначала пойдем сюда. Ну и дальше литература представлена по предметам. Здесь есть подразделы, то есть вот экономика, здесь также серая галочка, по ней кликаем, и вот у нас открывается там целый список подразделов, которые входят в понятие этого предмета экономика. И из них мы тоже можем выбирать. То есть такая конкретизация есть здесь, плюс мы еще можем пользоваться выбранными фильтрами. Поэтому вот эта вещь удобна для и для студентов, ну и преподавателей, когда нужно подобрать быстро какую-то учебную литературу, мы можем воспользоваться каталогом УГС, да, и посмотреть еще вот в этом каталоге, как дополнительная в каталоге разделов, а что еще есть по этой теме. Он здесь больше литер, больше, шире выбор представлен, потому что в каталог УГС не все может попасть из-за того, что вот сервисом книгообеспеченности и проверками собственных РПД, если мы не активно пользуемся, то и наполнение будет недостаточно широким. Поэтому, коллеги, призываю всех, чем больше загружаем, тем больше и шире станет выборка по каталогам УГС. Это к преподавателям и библиотекарям, да. А так вот еще второй, это разделы. Ну и плюс для наших студентов тоже здесь немножко попроще и полегче, чем в ББК, да. ББК чуть, это уже более серьезный уровень. Еще более простой уровень, более широкий, это профильные блоки. Вот это отдельный каталог, который живет в разделе сервисы. Не спрашивайте меня, почему и зачем, и почему не вот здесь в разделе каталоги. Вот так его место жительства здесь было определено, поэтому он живет здесь. Просто запоминаем, что он живет немножко по соседству, с другой стороны дома. Открываем раздел сервисы, контент, и сразу же первое у нас идет профильные блоки. Ой, здесь много, кстати, в сервисах еще чего полезного. Вот, кстати, проверка своей РПД, он тоже живет вот здесь, но уже в разделе сервиса. А профильные блоки в разделе контент. Здесь есть еще замечательные книжные коллекции, чуть немножко отвлекаюсь. Здесь есть потрясающие вещи, именитые ученые. И вот эта вот полезная вещь, возьмите себе тоже на заметку, это обновление контента. Иногда спрашивают, а что новенького появилось, а где посмотреть? Раздел сервисы, контент, обновление контента. Там можно делать выборку по датам, посмотреть, что нового появилось в ВБС за последнюю неделю, месяц, квартал, год. И все новинки вы вот здесь в режиме оперативном можете отследить, что нового здесь появилось. Но это для преподавателей, для библиотекарей. Вот это вот важная часть. Но возвращаемся к нашим профильным блокам. Вот их место жительства. Что они из себя представляют? Вообще профессиональные блоки это такая часть профессионального контента. С ростом контента, с ростом источников, которые в наш контент попадают перед университетскими библиотеками встает вопрос фильтрации и профильного комплектования. На Западе такой формат тоже присутствует. Он называется e-book approval plan. В нашей ВБС это называется блочное комплектование. Цель его это контролировать приток литературы по различным узким профилям. И здесь необходимо взаимодействие и кафедры, и библиотеки самого ВУЗа. Вот те самые книга «Обеспеченность проверки РПД». Принцип, на котором создаются вот эти вот блочные комплектования, да профильные блоки формируются, они соответствуют профессиональным потребностям профессионального сообщества. И это в основном принцип адресности. Не нужна огромная электронная библиотека вообще обо всем, а нужны для профессионалов более заточенная литература именно по темам их научных интересов. Принцип профильности. База данных должна объединять книги и периодику, и справочники, прикладную литературу. То есть такой принцип полноты комплектования. и точки сбора литературы должны идти с обеих сторон. И самого агрегатора, то есть ЭБС, и потребителя, то есть библиотеки. Вот то, о чем я вам говорила. Принцип сервис книга обеспеченности. Чем больше используем, тем лучше. И проверка собственных РПД. Это такой принцип обратной связи. И вот эти профильные блоки где-то около двух лет назад появились, даже чуть больше, появились в ЭБС университетская библиотека онлайн. Формирование блоков осуществляется на основе базовой коллекции ЭБС. И важно. Дополнение книги издательских коллекций в блоки не входит. Их нужно приобретать отдельно. То есть это отдельная история. Ну и суть это аккумуляция сбор ресурсов одной тематики и без зависимости от года издания или типа издания. То есть все, что есть по этой теме. И в отличие от подбора по каталогам ОГС в блоках ресурсы собираются не только и не столько, наверное, учебного характера. Здесь есть и справочная литература, и монографии, научно-популярные, периодические издания. То есть более широкий выбор представляется. Ну и преимущество для преподавателей. Преподавателей и студентов, если нас интересует какая-то конкретная тематика, то по всей ЭБС, по разным каталогам можно не искать ресурсы, а можно посмотреть в тематических блоках. Поэтому от сложного к простому начинаем с тематических, с профильных блоков, с тематических вот этих коллекций. Потом, если мы чего-то не нашли или требуется конкретизация, переходим в разделы и потом уже в раздел ББК. Это от простого к сложному. Ну и если у нас очень серьезный запрос, именно отраслевой литературы, то по разделам ББК для магистрских, аспирантских работ, научных статей можно начинать оттуда, а потом переходить к профильным блокам. Вот так выглядит этот каталог. Главные профильные блоки, если мы там кликнули в разделе сервисы, вот мы сюда попали. Также слева, справа идет выборка, слева идет сам каталог. Разделы каталога представлены. Он более удобен для пользователей, нет такой трудозатратности, он более оперативен, чем разделы. Там много человеческого труда, поэтому по времени может быть не слишком быстро, не слишком оперативно может реагировать. Здесь все быстро наполняется, администрируется, но есть одно ограничение, нет разноуровневой рубрикации. Если в разделах серая галочка, нажали и там пошли какие-то подразделы, 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 в УГС то же самое, в ББК тем более 5 делений уровней, здесь этого нет. В профильных блоках есть только вот то, что выделено вот здесь, никаких дополнительных уровней в каждом разделе, нет, просто тема отдельная. Но в этом есть свои плюсы, есть свои ограничения, но может быть и как плюс. Вот все, что касается биологии, антропологии, генетики, бах, и вот оно здесь выдается. Вот такая вот история с профильными блоками. Ну и еще пару слов про них тоже скажу. по блокам. Книги здесь объединяются исключительно по тематическому принципу, не делятся по типу изданий, как в УГС или в разделах, не делятся по отраслям, как в ББК, и здесь более подбирается литература по более широкой тематике, без ограничений, и, например, там блок химии может содержать литературу и по химической технологии, и по химическим наукам, и по теории, и по каким-то отдельным вопросам. Вот для чего этот каталог очень хорошо работает? Для создания широких тематических подборок. И когда мы ищем вообще, что есть по этой теме. Вот в этом плане, да. Ну и для знакомства, для начала знакомства с каталогами вообще, для тех же студентов, учащихся, лучше, наверное, начинать с профильных блоков. Это попроще. Без дополнительных рубрикаций, без вот этих наворотов, как в ББК, да, с индексами. Это уже потом становится понятным и вроде бы простым и понятным, а вначале, если начинать знакомство с ББК, это очень тяжело. Поэтому можно начинать с профильных блоков. Ну и вот знакомство пользователей с каталогами ББК тоже можно. Я вас немножко наоборот провела от сложного к простому, а вы идите обратным путем, от простого к сложному. И каждый блок, вот этот, выберем мы архитектуру, искусство, истории или компьютер и интернет, в каждом блоке литература располагается в определенной структуре. Вот здесь, в правой части выборки, вот как мы смотрели на предыдущем слайде, сначала идут учебные издания, затем монография и научная литература, потом периодика, издательские коллекции, справочная литература, студенческие работы и, если есть, мультимедийный контент, аудио, какие-то видеолекции и прочее, потому что мультимедийный контент у нас тоже присутствует. И, по сути, каждый блок – это такая мини-ЭБС, внутри ЭБС. Ну и при подписке тоже рассмотрите такую возможность, можно задать вопрос, я сейчас просто точно-точно вам прямо не скажу, это лучше уточнить у менеджеров. Можно ли подписываться не на базовую коллекцию, а на схему блоков согласно вот той аккредитации и тем направлениям, по которым проводит обучение ВУЗ. То есть можно ли подписаться на отдельные блоки вот этого раздела каталога, посмотреть их и, возможно, оформить, допустим, подписку только на них. Это лучше уточнить у менеджеров, раньше такая возможность была. Но сейчас, честно скажу, врать не буду, совсем точно не скажу, но уточнить имеет смысл. Ну и может быть еще из блоков, вот это уже точно может быть осуществлена покнижная подписка на выбранные издания, то есть если вы нашли что-то, подписка у вас уже есть на базовую коллекцию, но каких-то книг не хватает, покнижно можно доподписываться на то, что вам нужно. И вот эти вот как дополнительные подписки можно оформлять. Ну и разница в структуре между профильными блоками и разделами. Разница по количеству литературы, по выбранным позициям тоже будет отличаться. Например, если мы выбираем раздел математика в профильных блоках и раздел математика в каталоге разделов, то есть в нашем предметном рубрикаторе, ну вот в профильных блоках, смотрите, у нас где-то 3896, а в каталоге разделов у нас 1814 изданий. Вроде бы и там, и там математика, но здесь она живет отдельной темой в профильных блоках, прям вот выделена в отдельный блок и поэтому на более широкое наполнение. А в каталоге разделов она живет вот здесь, в естественных науках, подраздел, открываем по галочке, вот там будет подраздел математика, и там всего 1814, потому что здесь мы больше ориентированы на учебную литературу, а здесь собирается вообще все по этой теме математика. Поэтому если нас интересует для учебного процесса, учебная литература, справочные издания, это скорее в разделах мы сможем найти, а в профильных блоках вообще тематические подборки, все, что есть по теме. Ну и вот немножко вам сократив структуру разделов каталога вот этого предметного рубрикатора разделы, учебники, учебники для вузов, СУЗов, дальше пошли темы, разделы, и в самом конце идет периодика, золотая коллекция, архивы документов, справочная литература и конкурсы. Кстати, коллеги, вот на эту часть обращаю ваше внимание, вы не представляете, почему она называется золотая коллекция, не представляете, какое богатство скрывается вот здесь, в каталоге разделов ЭБС. Знаете, что там живет? А вот там живет библиотека научное наследие России, Российская Академия Наук, там живут издания РФФИ, там живет золотой фонд научной классики, и там же еще живут нотные издания и все, что касается музыковедения. То есть научную литературу здесь вы тоже можете найти. Научное наследие России, Российская Академия Наук, вот эта вот коллекция, и издание РФФИ, вот они здесь есть. То есть это тоже вот такой маленький колондайк, который у нас здесь скрывается за этой строчкой. Ну и последний, последний, самый простой способ знакомства и поиска литературы, и то, что я вам обещала показать, лайфхак, как научиться пользоваться каталогом ББК, если с ББК вообще никак не дружим. Что делали студенты? Они открывали, они находили литературу, вроде бы нашли учебник, учебное пособие, которые соотносятся с их тематикой. Книжку, которая подходит мне для написания курсовой, подготовки к заданиям, к лекциям и так далее и тому подобное. Книжка, которая мне нужна. Что они делают? Они смотрят вот сюда. Да, смотрим библиографическое описание, аннотацию обязательно прочитали, открываем содержание, увидели. Даже если вы не являетесь подписчиком ЭБС, вот эти части вам будут доступны. Вы сможете увидеть и карточку издания из базовой коллекции, и вы сможете увидеть и описание, и аннотацию содержания. Но в содержании перейти на нужную страницу вы уже не сможете, и вот этой вот строчки читать онлайн у вас тоже не будет. Будет только указание, что у вас недостаточно средств для нетполнотекстового доступа. Ну и если есть книга в интернет-магазине, будет предложение купить. Но основную информацию мы об этом издании собрать можем. Даже посмотреть содержание. Иногда нужный нам фрагмент, он живет как раз вот там внутри, в содержании он прошит. Открыли, посмотрели, ага, то, что мне надо. А вот дальше мы идем от простого к сложному. Мы смотрим вот эти индексы. Вот он, индекс ББК. Для специалистов уже вот это вот говорит многое. Для неспециалиста это китайская грамота. Но самое главное, мы обращаем внимание на первые цифры, которые здесь написаны. 85.33. Вот. Можно весь индекс скопировать, можно просто вот эти вот цифры взять. Значит, литература по этой теме, которая мне нужна, живет вот в этом разделе. Значит, я беру, открываю каталог ББК на главной странице, ищу вот этот раздел, его выбираю, и смотрю, он мне дает еще дополнительную, дополнительную литературу, которая также может не пригодиться в моем исследовании, она, скорее всего, будет жить вот под этим индексом. Вот таким образом они набирали, начинали свое знакомство с ББК. А потом я уже там же, в каталоге, я уже вижу, как называется этот раздел, и я уже понимаю, что, ага, вот в этом разделе может находиться литература, которая нужна мне для обеспечения, выполнения каких-то заданий, написания работы, усвоения знаний. Вот. Можно с каталогом ББК начинать знакомиться вот отсюда. А это для библиотекарей, для преподавателей, это уже идея для каких-нибудь викторин, квестов. Можно же это сделать через игру, и можно заранее их этому научить, вот этому приему. Очень хорошо, кстати, работает. Но самое главное – увидеть, оценить саму книгу. Видите, сколько полезных навыков мы сразу приобретаем. Познакомиться, выбрать вот этот шифр, потом по шифру, найти этот раздел, посмотреть книги, что-то нужную, найденную с помощью вот такого захода книгу по каталогу ББК мы также открываем, смотрим, а там может быть еще дополнительный какой-то шифр, а там может быть совершенно другой индекс ББК, другие там цифры 85, еще что-то, что-то. И без я 73, если у нас, например, монография. Смотрю там, что там. И вот так вот мы постепенно знакомимся и с каталогом ББК, и вот уже не так страшно становится, что это вот какая-то китайская грамота. И потихонечку мы начинаем уже привыкать к поиску по каталогам ББК. И я уже знаю, если я для себя еще выписки делаю, какие разделы каталога, вот этого огромного, страшного, на первый взгляд, мне нужны в моей научной, профессиональной учебной деятельности. Ну вот такая вот история, такой поиск от противного, от каталожной карточки к каталогу ББК. Ну вот со студентами мы вот так вот играли, мы сразу начали без простого захода, там на профильные блоки, мы сразу вот так вот перешли от каталожных карточек к каталогу ББК, и нормально, нормально прошло. У Агри, это даже прикольно, а не страшно, это как, как же они там сравнили, не типа Индиана Джонс, да, вот какой-то поиск сокровища, и вот тебе какие-то подсказки по ходу дает. То есть они это сами уже превратили в игру, и действительно мы как-то приобщились сразу к каталогу ББК. Потом уже к тематическим переходили. Ну вот такая вот вещь есть. Еще один способ, как искать литературу, из каталожной карточки, вот здесь внизу есть список литературы. Тоже на него обращайте внимание из самой каталожной карточки. Если он есть, здесь часто идут прям отсылки на внешние или на внутренние ресурсы. Ну и дополнительная литература, это уже так переход на внешние ресурсы. Если есть гиперссылки, можно прямо отсюда перейти на нужные нам источники. Это тоже расширение поиска. Но не абы где в интернете как-то мы ищем что-то, а это тот список литературы, который присутствовал в этом издании. То есть автор его использовал в своей работе, там к определенной главе, главам или ко всему изданию. И вот он сюда вынесен и сделаны гиперссылки, то есть такой быстрый переход. Нам не надо делать дополнительное действие, где-то заходить через какие-то поисковые системы. Мы прямо отсюда из СБС можем перейти. Ну вот такая еще одна дополнительная возможность, которая есть здесь. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Осталось только дополнительные материалы. Но на всякий случай по УДК тоже вам даю, раз уж про индексы мы сегодня заговорили. Ну и вот ссылки здесь все активные. Можно забирать презентацию с вкладки файлы и вот этим всем можно пользоваться и для организации поиска, и для работы с каталогами, ну и для собственной индексации, когда нам нужно проиндексировать свои собственные статьи. Ну вот еще такой дополнительный материал вам в помощь. Ну и наша встреча подошла к концу. На этом мы, наверное, нашу сегодняшнюю экскурсию с вами завершаем. Если будут какие-то вопросы, можно писать, можно задавать, можно спрашивать. Что смогу, тем помогу. Презентацию с вкладки файлы не забывайте забирать. Ну и здесь все контактные данные ВС Университетской библиотеки онлайн, издательство Директ Медиа, куда обращаться с вопросами, тоже вам на последнем слайде привожу, если вдруг что-то возникнет по подпискам, по использованиям. Куда писать, куда звонить. Все контакты здесь есть. Ну и по каталогам, коллеги, попробуйте просто зайти, даже если вы не пользователь библиотеки, ваша организация еще не подписана на университетскую библиотеку онлайн, зайти даже не авторизованным, можно посмотреть, попробовать, побродить по каталогам, но книжки он вам читать просто не даст, у вас будут не красивые цветные обложки, а все в сереньком цвете, то есть они вам недоступны. Но по крайней мере познакомиться со структурой каталогов здесь вполне даже можно. Ну и если какие-то вопросы по каталогам тоже будут возникать, тоже, пожалуйста, пишите свой. Найти меня можно ВКонтакте. У нас есть группа библиографии для небиблиографов. Сейчас я вам ссылочку дам. Там меня можно найти вот здесь. Ну и в личное сообщение можно тоже там же написать. Так что чем смогу, помогу. Что смогу, расскажу, подскажу. Поэтому не стесняйтесь, пишите, если вдруг что. Ну и, коллеги, всем хорошего дня, всем удачной работы с каталогами. Ой, самое главное, чуть не забыла, в июне у нас будет мастер-класс, по-моему. Да, по-моему, мастер-класс «Нескучная библиография». Вот там про... Покажу вам разные фишки, там разные квесты и прочее, как в игровой форме, что можно сделать при изучении библиографии. И про каталоги тоже покажу, там разные вот эти вот интересные вещи, как можно построить там квест, например, со студентами, с использованием возможностей там ОБС. Вот, поэтому это в июне, по-моему, у нас планируется, но там платный мастер-класс будет, потому что я вам много чего еще на этом мастер-классе отдам, разных шаблонов для игр. Вот, поэтому тоже вот как это сделать, интересно, увлекательно. Кому интересно, посмотрите, можете прийти и там еще расскажу, как это сделать. Можно будет. Вот, коллеги, на этом наша сегодняшняя встреча завершается. Всем большое спасибо за участие, всем хорошего дня и до новых вебинаров. Субтитры сделал DimaTorzok